Лавины, падения камней, обморожения. Об этих рисках альпинисты прекрасно знают и к ним готовятся. Как оказалось, опасность может грозить спортсменам не только в горах. Во время экспедиции на Лхотзе-Среднюю в Непале начались народные волнения. Альпинистам пришлось бежать от вооруженной толпы. Убийство царской семьи было не как раз в этот момент. И они вышли из гостиницы, и они говорят, не поймем откуда шум. Из поворота бегут люди с палками, с дубинами, со всеми скамнями. И мы не знаем, что делать, но пришлось нам бежать дальше. Обо всех опасностях, которые грозили мужу, Алена узнавала из новостей. Сам Петр старался лишний раз любимую не волновать. И лавины были, и людей спасали, и самолеты там у них не взлетали из-за перегруза, и караваны уходили. Там много всего было. Через два года после Лходзе-Средней Петр побывал там, где не ступала нога человека. У комплексной экспедиции Антарктида-2003, в которую вошел Кузнецов, было несколько задач. Одна из них – первое восхождение на пик Шварца по отвесной стене высшей категории сложности. Высота относительно небольшая – 2310 метров над уровнем моря. Однако маршрут крайне сложный. В придачу сильный ветер и пронизывающий до костей холод, исходивший от толщи льда. Что поражает? Прежде всего, когда еще попадаешь в Антарктиду. Это абсолютная чистота. Везде. Буквально ты идешь и не видишь привычного нам мусора. С Петром мы в связке работали вдвоем, не видны, работали вместе, связаны одной веревкой. Это было для меня огромное удовольствие. Хоть и холодно, вроде бы, и плохо, но настолько приятно чувствовать, что с тобой надежный человек. Я его страховал, он меня, и было здорово. В 2004-м Петр снова возвращается на Эверест. Это его третья экспедиция на самую высокую гору планеты. На этот раз предстояло первое прохождение центра северной стены Эвереста. Это был наиболее технически сложный и наиболее краткий маршрут к вершине. Петр возглавил одну из ведущих групп в составе российской команды. Гора вновь разрешила себя покорить. Вместе с лидером другой ведущей группы Павлом Шабалиным, Петр внес решающий вклад в этот успех. После этой экспедиции Кузнецов становится первым и пока единственным человеком в мире, который дважды поднялся по новым маршрутам на вершину Эвереста. Центр северной стены пика Эверест взят русской командой, российской. Взошло три группы, в общем количестве восемь человек. Сейчас наши товарищи двойка. Еще спускается с Нордкула, с северного седла. Но это уже факт, что восемь человек взошли на вершину. Я против необдуманного риска, сказал Петр Кузнецов в одном из интервью. Меня немного настораживает мысль АК-2, имеющую репутацию горы-убийцы. Говорил альпинист за два года до экспедиции на Чугоре. И все-таки в 2005 году Кузнецов отправляется на разведку к этой горной вершине. Он решает вернуться сюда через год. Что вообще из себя представляет К-2? Грандиозная гора абсолютно. А эта стена просто завораживает. Если удастся на следующий год приехать сюда снова, это будет счастье с хорошей командой и пролезть этот маршрут. К-2 чуть ниже Эвереста, но значительно превосходит его по технической сложности восхождения. По статистике, при ее покорении погибает каждый четвертый альпинист. Взойти на неприступную вершину – мечта многих. Это самая высокая точка Каракарумского хребта – 8611 метров, расположена на границе Китая и Пакистана. Для выхода на вершину сборной команды Кузбасса, в которую вошел Кузнецов, необходимо было установить четыре промежуточных лагеря. Завершить экспедицию планировали 25 августа. Я уезжаю в Каракарум на вершине 2, есть такая в Пакистане. По высоте она вторая после Эвереста – 8611 метров. С ребятами из Кузнецка мы пойдем по классическому маршруту. Сначала альпинисты разбили базовый лагерь на высоте 5000 метров. Потом – первый выход группы разведки. Лишь после этого остальные члены экспедиции должны выйти на установку первого лагеря. «Состав команды выступает сегодня передовой базовый лагерь. Задача – разведка и возвращение к Кузнецову. Удачи! А можно раньше? Можно раньше! На компотник! Так что всего доброго, ребят! Никаких эксцессов! Ну а там по ходу. Заходите, поставьте право. Рация работает, так что свяжемся, если что. Так, если что же, вот вы подносите. Значит, вориентировочно во сколько вернетесь, Петя? Да я думаю, что... 500 через 4. Во время восхождения погодные условия резко ухудшились. Казалось, что гора сопротивляется, запрещает альпинистам идти дальше. Не один день они провели на высоте, испытывая недостаток кислорода и пережидая непогоду. Ну, стойки все поломали, но мы их забрали. Все так в кок завернули. Ну, что, что? Звездец там? Звезд? Ну, слушай, восстановить хоть одну палатку-то можно? Нет? Нет. Обе порваны. Я сначала думал, тут только утюг порванный. А потом, когда начали ее заворачивать, все. Все дно порвано. У меня все там прилично очень. А вы палатку брали, вы куда ее делите? Ну, там привязали. Там же, да? Не стали ставить. Не, ну понятно. Невозможно просто поставить. Да нет, ладно, что теперь? Тяжелейшее восхождение не изменило привычек снежного барса. Петр Кузнецов находил силы, чтобы приготовить для друзей чай, на фото и видеосъемку. Эти кадры сняты Петром Кузнецовым. Устал я пить? Устал и пить хочу. Сейчас воды там полную кастрюлю уже натопили. Я там взял, на итальянской, где я оставлял, там птички расклевали нашу лапшу, суп расклевали. Но две банки с рыбы оставили. Но силы уходили. Четвертый лагерь разбили на высоте 7900. Непогода продолжалась. Поэтому никто не загадывал, что будет дальше. Волосы нет, расскажу. Четвертый лагерь, все удобно, все хорошо. Что будет завтра, непонятно. Снегу, вот так вот. Веревки могут быть сейчас забиты. И подо льдом. Под метровым слоем? Метровым слоем. И как мы будем эту бутылку проходить? Думал бы известно. А как сюда-то дожди? Страшно хоть было? Было немножко. Снегу-то. Да не немножко. По развилку будет. А то и больше. Неожиданно гора дала зеленый свет. Утро 13 августа выдалось тихим и солнечным. Ребята решили, что это награда за их терпение. На штурм вышла вся команда. До вершины оставалось всего 250 метров, когда неожиданно сверху сорвалась снежная доска. Огромный пласт снега. Он смахнул четырех альпинистов с гребня и утащил за собой. Через несколько дней пакистанские власти объявили о гибели Юрия Утешева, Александра Фойкта, Аркадия Кувакина и Петра Кузнецова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова